Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов, знакомиться с их автобиографией. Хуан Фернандес де Наваретте. Испанский художник периода позднего возрождения и раннего манеризма. Представитель Талетской школы живописи. Был глухонемым и имел прозвище Эль Муда. Немой. Я пользуюсь Википедией. В возрасте трех лет перенес тяжелые заболевания, в результате которого потерял слух, не смог научиться говорить и имел слабое здоровье. Образование получил в монастыре Вестрелли. Я освоил язык жестов, использовавшихся монахами, принявшими обет молчания. И изучил там основы живописи под руководством монаха-художника Писента де Санта Доминго. Путешествовал по Италии. Был в Милане, в Неаполе. И довольно долго жил в Венеции, где совершенствовался в мастерской Тициана. В 1550-х годах жил в Риме. В 1565 году он был вызван в Испанию своим учителем. Вместе с ним работал в придворе короля Филиппа II над картинами для Искариальского дворца. 6 марта 1568 года получил звание придворного лжиописца и годовое содержание 200 искуда в год. Написал 16 картин религиозного содержания. Замечательный по благородному стилю рисунка, сильной выразительности и гармоничности теплых красок. Пользовался личным расположением монарха. Однако к концу 1568 года, страдая от сильных болей в желудке и других проблем со здоровьем, Наваретте покинул короля и вернулся в монастырь в Эстрелле. Некоторые из его произведений потом погибли или пострадали от пожара. Из сохранившихся пострадавших работ известно полотно «Рождество Христово, сильно почерневшее», наиболее известная работа «Истязание спасителей», «Святое семейство мучения апостола Якова» и несколько фигур апостолов и евангелистов. Три картины художника находятся в музее «Брат». В Париже одна и Иоанн Креститель в темнице, в Эрмитаже, в Санкт-Петербурге. Критиками отмечалось влияние на манеру Наваретте не только его учителя Тициана, но и Антонио де Каррель. Но вот так вкратце из Википедии дано не очень много о испанском художнике периода позднего возрождения и раннего манеризма, представитель Толецкой школы живописи, который был глухонемым, имел прозвище «Немой», Коан Фернандес де Наваретте. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Продолжение следует...